ребят всем всем привет надо поближе поздороваться я сейчас буду лечить чернушку мне нужно ей ввести три препарата одновременно три дня подряд это антибиотик это катазал и еще один препарат будет введен через десять дней после этих я смеюсь потому что чернушка в охоте и так ощущение как будто она стоит ждет пока я сделаю уколы я не знаю как я сейчас буду делать в общем купил все препараты которые мне нужны вот катазал антибиотика нет это как раз катазал есть антибиотик который нужен целого флакона не было потому что мы живем в такой местности где сильно много не накупишь и купил вот еще то есть потратил примерно тысячу гривен это около двух с половиной тысяч рублей и сейчас будь этим этот дуреку лечить сначала ее проколю потом у нее поубираю и буду кормить в общем чернушка стоит ждет 12 кубиков одного препарата 7 кубиков второго препарата и 10 кубиков катазала уколю свиноматкам от двух с половиной до десяти кубиков катазала на голову свинка большая поэтому колю и 10 не знаю как я сейчас сделаю ей три укола одновременно нужно колоть в разные места потому что в одно место нельзя колоть больше десяти кубиков 1 ну то есть препарата поэтому все три укола это будут три отдельных укола может из-за того что она в охоте она немножко будет спокойней но я не не уверен в этом но то что она гуляет это уже хороший признак это ну то есть признак того что все таки возможно с воспалением она закончила я ей проколол же антибиотик 10 дней назад и после этого она кровила возможно это она счищалась вот сейчас проколю вот эти все три препарата и возможно что она перестанет пить в воду а это сейчас главное у меня проблем потому что я вот смотрите стою в луже и я стою в луже мочи именно ее потому что с нее прямо загончика вода прям вытекает до красотулечка будем лечиться смешная овчарочка ты моя овчарочка хорошая девочка она даже воды не просит так и прям жениха хочется в общем ребят я сейчас сделаю уколы а потом продолжим как я буду ее колоть я вам не буду показывать потому что загон большой она не всегда стоит она боится уколов у нее низкий болевой порог я думаю что я сказал правильно потому что мы уже этот вопрос один раз обсуждали низкий или высокий низкий значит и больно высокий болевой порог значит терпит понимаете значит и не больно вот так а раз я калю укольчиком она орет как бешеная значит на низкий болевой порог вот так но единственное вот это что охота может мне немножко поможет да ребят все ребят сейчас набираю укольчики и продолжим так мне нужно 7 миллилитров это профена да да дозировочка 1 миль 3 миллилитра 3 миллилитра на 100 килограмм в ней около 200 я и уколю 6 7 куда побольше вот так да красавица а ты ушками пожимаешь да пожимаешь ушками ты моя хорошая это жидкий в одну то есть водянистый такой раствор который легко ведется обычной тоненькой иголкой антибиотик суспензия густая и не всегда она все вводится хорошо до чернушечка так стоп что-то я не туда начал набирать 5 миллилитровый шприц не подходит не вмещается как-то не то начал брать где мои двадцатки вот так это пятерочки вот двадцатки все наберу двадцатку до чернушка но овчарка и все куски сжал и ждет жениха чернушечка сегодня жениха у тебя не будет не будет женишка такси не лезь не лезь свой стоит ждет хорошая девочка да в общем получается если так подумать то мы потерялись чернуха и где-то ну два пороса потому что один она перед ну то есть выносила и родила ну нет даже нельзя сказать родила она чистилась чистилась она в срок а сейчас мы уже пропускаем два месяца еще как минимум вот эти три недели она опять будет чернушечка сейчас вот катазаль чека тебе 10 кубиков ждешь-ка я не могу с нее все катазал такая розовенькая жидкость который кстати у меня тоже не катазал а витазал ну то есть нашего производства потому что ну нету ребят я взял аналог это тот же препарат тоже действующее вещество только под другим названием вот так да красавица вот такие дела вот ребят все смотрите три розовенькую беленькую и молочную такую жидкость сейчас будем ей колоть вот молочная жидкость это суспензия еще раз повторюсь суспензия густая очень тяжело выдавливается через тонкую иглу но толстой иглой вот такой ветеринарной которая продается отдельно чернушка прям орет криком как будто ее убивают так что буду колоть тоненькость прикладывать усилия но я думаю что все получится все ребят я сейчас сделаю ей три уколчика а вы пока подождите какая красота разноцветная ребятки вы не представляете как мне помогло то что она сейчас в охоте она не шелохнулась я на нее сел вот так я на нее сел и она стоит не шевелится и таким образом я ей сделал все три укола просто лечите ребят своих свинок во время охоты это самое лучшее самое лучшее время в которое она стоит неподвижно больно ей не больно ей главное любого кто-то сел сверху значит все нормально вот так в общем все ребят все три шприца пустые вот все вколол отлично слава богу я переживал я переживал что она будет очень дергаться она начала гулять вчера так что сегодня она еще пока будет гулять и завтра то есть у меня завтра еще тоже такой же самый день опять и уколю тут же же те же самые препараты в том же количестве да ой ты мой красавец вот так и надеюсь что все-таки она перестанет пить воду надеюсь что она счистилась ой чешется теперь да чешется тебя бачок чешется у красоточки давай почешу вот так вот такие вот дела до чернушечка все ты как себя чувствуешь красавица ты моя девочка хорошая все сейчас у нее почищу подстилю и новой соломки ну и все на этом иди работай работай давай мне написали в комментариях что у нее что она как-то тяжело ходит до нас самого начала так ходит она наступает на правое копыто всего на одно копытце из двух у нее ножка такая была самого начала это никак не влияет на то чем она сейчас болеет так что нормально она ходит она так и ходила так что вот так чернуш я тебе смотри сколько соломы кинул иди играйся нет ты жениха ждешь до жениха ждешь жениха вот так в общем все у чернушки поубирал у остальных не орите не буду убирать потому что я не успеваю сейчас им просто да можно и не досыпать тут где спать сухенько так мамка пришла за детками следит а залезть не зала не залезет вот так в общем сейчас немножко им накидаю все 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 детки все все толстые какие стали пузатые накидаю накидаю немножко свеженькой соломки именно маман что вы тут нашли что вы там нашли что вы там носом нашли да не орите так сейчас буду кормить сейчас буду сейчас покормлю завтра почищу мне некогда сегодня некогда вот так и тут уже нужно почистить вот ходят так целый ряд у них такой общественный туалет для всех сразу да у каждого свое место сейчас уберу вот эти три доски так как индюшечек убрал всех остались три самца думаю чтобы она мне не мешала быстренько сейчас откручу ну вот так ну вот так все остались три самца на весь загончик сейчас им поменяю еще водичку досыплю вообще не буду досыпать корма и думаю им хватит посмотрим надо их взвесить наверное завтра их взвешу просто потому что я смотрел ролики на других каналах и там говорили что когда убираются индюшки то индюки ну не то что там успокаиваются скучать что ли начинают и начинают худеть так что вот так в общем проверим завтра взвешу а тогда еще раз взвешу через 10 дней примерно ну вот так в общем сейчас покормлю свинюшек и на этом все да ас ты хороший мальчик карбюратор ты все скушал карбюратор кушает отлично все съел то что сколько не насыпай я им насыпаю 7 литровое ведерко мне нужно чтобы он поправлялся ну вот такие дела вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то передумала кормить Вот это то, что они делали Это они делали массаж А потом после этого она пускает им молочко Смотрите, не доели, а что-то ждут Сейчас им дам яйца У меня есть Вот здесь утки несутся до сих пор Вот Такушки Во дворе грязь Так что утки Грязные лезут в гнездо И яйца получаются вот такие грязные Несутся, а именно кряколки вот эти Которые хослатые Вот так На Кыш-кыш-кыш морды Оп Оп На, на Уберись, убери Подожди секунду На Во Все Досыпать им вечером Корма не буду Они пузатенькие Видно, что они голодные Пусть доедают Вот вместе с яйцом Сейчас А у тебя нужно почистить В корыте, маманчик Сейчас почищу Ты вон Намусорила там Сейчас поубираю Насыплю Ей покушать Да, мамульчка? Кстати Сегодня тетя Нина мне давала Два ведра сыворотки Так что утром Они ели с сывороткой Ну а сейчас Ей дам С водичкой Вон как Зато замолчали Замолчали Вот, молодцы Все, все Сейчас тебе дам кушать Сейчас тебе Я тебе с жирком дам На На Убирай Сейчас Убирай голову Вот На На Ну Что ты ждешь? Вот Пить хотела А вы же ждете Сейчас Сейчас Что-нибудь дам Пузатые Вон какие Бока толстые А что-то просят Сейчас воды Принесу Сейчас Принесу А что вы так Водички От рыбьего жира Хочется Что ли Сейчас дам Сейчас Все, все Несу Все, на На Много не дам Давай И тебе Сейчас дам Карбюратор Тихо Вы Олете И индюки Вам Подпевают Все, все Даю Даю Сейчас И тебе Там Сейчас Несу 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 Ведерочная Матрешка Смотрите У меня есть Пятилитровое Ведро Застряло Семилитровое Ведро Десятилитровое Ведро И пятнадцатилитровое На все случаи Жизни Я бывает Смотрю Что Например Ну Надо больше Насыпать Беру такое Надо меньше Беру такое Меньше Пятилитрового Нету Все, все Несу тебе Да хватит Петь Несу Сейчас Дам Дам И чернушки Много лить Не буду Она уже Она уже Пила Свою норму Чернушка Не лезь На Чуть На На Тебе хватит Ты лопнешь Приду А ты тут Утонула Глыбоко Ну вот так Ребятки Все Этот мой Пакетик С лекарством Там Чего там Только нет В общем Поналивал Этим Свеженькой Водички Да Ой Красавчик Вы хоть Заметили Что самок Нету Или Или Вам Все Равно Этому Пузаню Насыпал Ты Пузань Да Мой Вороший Этому Налил Ну вот Что ты Ждешь Паразитки Так Этот Загустел Вот Разный Жир Вот Этот Густой Его Нужно Как-то Растопить Даю Только Она Кидается На банку Не лезь Отойди Отойди Так Мне нужна Палка А то Она сейчас Мне руку Откусит Вот Воспитательная Работа Видишь Какая Вот так Покладу Есть Не лезь Не лезь Во Приучил Они без жира Вообще Не захотят Есть Я не знаю Ну пока Поросята Пока поросята Ладно Пусть едят Ну а те Две Бармотины Смотрите Я им не насыпал Они не доели Воду попили Яйца Сожрали Так У меня Последняя Баночка Жира Мне Срочно Нужно Еще Купить Не лезь Отойди Все Чуть-чуть Для запаха Чтоб молчали Почему Он им так нравится У меня много Зрителей Написало Что Конечно Они не дурные Мы тоже Кашу с маслом Едим Ну вот И им тоже Такого жарка Сейчас вылезет Корыто полностью Ну вот так Кузатенькие Хорошенькие В рост Пошли На самом деле То есть Если сравнивать Их Два месяца назад Они увеличились Реально в два раза Да Немножко Это хуже растет Эту вот Через месяц Можно будет Покрывать То есть Туда к новому году Чтоб уже Порос был Ну в конце мая Вот так Ой мая Апреля Вот так Ну К девяти месяцам Ей сейчас восемь В ней около Ну может сто десять Килограмм А в той девяносто Где-то так Ну я же говорю Еще месяц Килограмм По пятнадцать Наберут В той будет Около сто десяти Килограмм А в этой Около сто тридцати Ну и будем Их покрывать Вот так Вам мамка Что-то выкинула Нет Вот так носом Вышвырнет Они едят Завтра Завтра вечером Прикручу им Кормушку Да Детятки Ой Детятки Хорошие Соломку Перетолкли Всю Детки Красавчики Вот такие Все девочки Манюшечка Детятки Взрослые Уже боитесь Меня Пип Носики Маленькие Коротконосые Такие Вы смешню Лички Да Ну Пип Пип И кормушку Нужно прикрутить Прикручу к стене Я не помню Говорил вам Или нет Прикручусь к стене Чтоб не на соломе Чтоб не нагребали Они вот так будут Наверх становиться И будут кушать Да Все сошлись Кучку Где еще один Где потеряшка Последняя Пип 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 Кабайсик Хорошо себя чувствует Вот как кушает Хорошо Карбюратор Хороший Мальчик Поправляешься Да Рана еще Пухлая Прошло уже Ну Больше Десяти дней Но Еще раз повторю Что Кастрация Большого И маленького Порсенка Это совершенно Разные вещи Так что Все там сухо Ну Отечность Большая Она плотненькая Так и должно быть Никаких выделений Ни воспалений Ну то есть Нет Это и есть воспаление Прямо не скажешь Отечность В общем Я вас запутал Ладно Не будем об этом Но он чувствует себя хорошо Да Скажи И он хорошо И я хорошо Да Главный звонарь Еще мне написали По поводу того Что мне нельзя Будет покрывать Асом чернушку Потому что Чтоб я его не заразил Тем чем болеет чернушка По идее У нее просто Воспаление То есть Потому что Она пьет воду Таким образом Хочет согнать С себя Воспаление С матки Там или Ну если кровит Она значит Все таки в матке Где-то воспаление После неудачного Пороса Так что Ну это не скажу Что там заболевание Я ей проколол Амоксицелин Это От колебактериоза И Другого Ничего У нее не может быть Ребят Ну От парловируса Я ей поставил Вакцину От колебактериоза Проколол Так что Все должно быть У нее хорошо Поэтому я не знаю Почему нельзя Покрывать асом Почему вы так решили Все Все Красавчики Красавчики Теперь думаю Им не тесно Вот эту кормушку Можно уже убрать Она им не нужна Только мешает Вон стой едят Да Красавчик И третий Как-то мало дуется Вот два ходят Постоянно надутые А третий нет И при том Третий самый тяжелый Вот так Выпила все Не дам больше Чернуш Оно тебе не надо Я тебе проколол Лекарство Тебе должно Теперь помогать Лекарство Все Прекращай Самоисцеляться Прекращай Давай Пусть поработает Лекарство Да Красавица моя Ой хорошая Девочка Вот видите Слышите Почему не отойти В какой-нибудь угол Вот этот Вот это минус Чернухи То что она Свинота Нет Свинота Ты свинота Ну вот так Ребят Все Буду заканчивать Пошел я на тот двор Покормлю там Вьетнама И поеду я домой Всем большое спасибо За просмотр Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok